В этом году, 28 мая, пограничная служба ФСБ России отмечает 106-ю годовщину со дня своего образования. Это профессиональный праздник тех, кто мужественно и самоотверженно защищает неприкосновенность границ нашей страны. День пограничных войск установлен указом президента 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. В микрорайоне Кубрис, где установлен памятник пограничникам, сегодня состоялся торжественный митинг. «Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас со 106-й годовщиной со дня образования пограничной охраны ГПУ, пограничных войск МКВД, пограничных войск КГБ СССР, пограничной службы ФСБ России! Ура!» Летопись пограничных войск неразрывно связана с историей нашего государства и хранит множество примеров героизма и мужества пограничников, их беззаветной преданности Родине, верности своему долгу и воинской присяге. Участников митинга с праздником поздравил председатель районного совета Григорий Литовко, который также в свое время служил в пограничных войсках. Уважаемые ветераны пограничных войск, действующие пограничники сегодня прибыли на наше мероприятие, ваши семьи гости сегодняшнего торжественного мероприятия. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Сенеговского, от имени совета района поприветствовать вас и поздравить с нашим замечательным праздником Днем Пограничника. Непростое время мы, ребята, живем. Сегодня тоже наши пограничники героически охраняют границы наших рубежей. И я уверен, что сегодняшние доблестные пограничники все сделают для того, чтобы наша граница была священна и неприкосновенна. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, боевого братства, мирного неба и всего самого доброго. Наша страна имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Пограничники первыми примут удар в случае вражеского нападения, как это было в июне 1941 года. И именно от них зависит целостность границ нашего государства. И сейчас, в непростое для нашей страны время, пограничники продолжают мужественно и доблестно нести свою службу, порой с риском для жизни. От имени директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова всех защитников Отечества с праздником поздравил представитель пограничного правления ФСБ России полковник Александр Баталов. Я хочу выразить огромные слова благодарности представителям ветеранской организации, представителям местного муниципалитета за тот вклад, неизмеримый вклад, который вносят они, прежде всего, в воспитание подрастающего поколения и в целом в дело охраны государственной границы. С любыми вопросами, с любыми просьбами, когда обращаемся, мы к ним всегда находим поддержку и всегда находим понимание. Бывших пограничников, как известно, не бывает. И в день пограничных войск все, кто служил и охранял рубежи нашей Родины, считают своим долгом собраться вместе, чтобы вспомнить боевую службу, пообщаться с товарищами. Председатель общественной организации «Пограничное братство» Олег Давков также поздравил своих боевых товарищей с праздником и вручил ветеранам памятные медали и почетные грамоты за активное участие в работе организации и в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Память всех павших при защите границ Родины участники митинга почтили минуты молчания, а затем возложили цветы к обелиску. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».